поселка Широкино. Били из запрещенных минскими соглашениями орудий. И по данным разведки ополчения в район Артемовска перебрасываются украинская техника, БМП, арт-установки и батальон Айдар. Из самой горячей точки Донбасса репортаж Александра Билибова. Отряд бойцов ополчения патрулирует территорию поселка Широкино. Сейчас одна из самых горячих точек на так называемой линии соприкосновения по Зеленке. Группа передвигается очень медленно и что называется след в след. В высокой траве и кустарниках множество сюрпризов от диверсионно-разведывательных групп противника. Растяжки и мины. Так звучит тяжелый пулемет УТИОС. Украинские силовики, заметив ополченцев, открывают интенсивный огонь. Не смущает их даже то, что в это время в Широкино работают международные наблюдатели. Миссия ОВСЕ наблюдает интенсивный огонь со стороны украинской. И огонь весьма интенсивный. Обстрел не прекращается. Ополченцы вынуждены искать укрытие. Но и в этом разрушенном доме находиться небезопасно. Оказавшихся в ловушке ополченцев выручают товарищи по оружию, открывая по снайперским позициям ответный огонь. По словам бойцов армии ДНР, которые удерживают позиции близ Широкино, иметь дело им приходится далеко не только со снайперами. Тяжелого вооружения у украинских силовиков предостаточно. И они не стесняются его применять. Тяжелые танки, САУшки, Т-30. Тяжелые работают издалека. А в Широкино? Наемники. В основном наемники. Но зачастую обстреливают украинские силовики не позиции ополченцев, а жилые дома местных жителей, которые каждый день живут в страхе. Донецкая Народная Республика почти каждый день несет новые потери. И это не только военные. За минувшие сутки ранения получили три мирных жителя. А населенные пункты Донбасса больше 30 раз подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков, утверждает Минобороны Народной Республики. При этом, по данным разведки армии ДНР, противник в последнее время особенно активно стягивает к линии разграничения тяжелую технику. В район Артемовска прибыл личный состав в количестве до 250 человек из подразделения Айдар и техника БМП. Уралы с готовыми артиллерийскими установками Д-30. В настоящее время вооруженные силы Украины продолжают сосредотачивать группировку войск для наступления. Так, разведкой вооруженных сил ДНР зафиксировано прибытие в район Красного Лимана, железнодорожного эшелона, СРСЗО, БМ-21 «Град», САУ, артиллерийскими орудиями, танками и другой военной техникой. Такая военная активность украинской стороны не случайно замечают в командовании армии Народной Республики. Рост числа провокаций со стороны украинских силовиков и усиления группировки войск противника по всей линии соприкосновения здесь в ДНР однозначно расценивают как шаг далеко не мирный и добавляют в случае развязывания военной агрессии украинской стороной. Донбасс готов дать противнику адекватный ответ. Александр Беливов, Олег Головчанский, Евгений Тарасов, Андрей Руденко и Олег Бондаренко. Вести. Донецкая Народная Республика. Донецкая Народная Республика.